До конца ноября улица Каханского в Чите будет перекрыта. Там прокладывают теплоседик, будучи детской клинической больницы. Казалось бы, дело полезное, но есть одно «но». Эту улицу ремонтировали в прошлом году, старательно укладывая новый асфальт, облагораживая тротуарные дорожки. Сегодня от былого комфорта не осталось и следа. Причина в банальной несогласованности ведомств. «Подключение намечено на 2024 год. Договор по заявке техприсоединения был подписан весной 2022 года. Проектно-смертная документация получена нами на руки в феврале 2023 года, после проведения работы по асфальтированию. Проектно-смертную документацию разработали, максимально сместившись на тротуар. Демонтируем только тротуар и газон, часть парковки». Несмотря на то, что часть улицы вновь перекопали, нас заверили, что по окончанию прокладки теплосетей все вернут на место. Уложат новый асфальт и тротуар приведут в порядок. Тем не менее, вопрос объезда остается открытым. Тот, который имеется сейчас, не всем автомобилистам пришелся по вкусу. «Делали, делали и опять делают. Что больше сказать?» «А в целом объезд удобный?» «Да нет, конечно. Какой это объезд? Вообще никакого объезда. Я сейчас еле проехал вон там. Хоть бы выровняли тогда уж». «Мы думали, они объезд делают нормально, прогрессируют все. Вот я инвалид с позвоночником езжу. Вот, видишь? Я инвалид с позвоночником. Я там раз по этой дороге проехал, я к концу дороги чуть не вывалился из машины. Там ездишь по врагам, по кочерякам, все такое. Это вообще, ну, вот такое отношение. Ну, сделайте вы тогда объездную дорогу нормальную, по-человечески». Так или иначе, неудобства автомобилистам придется потерпеть до зимы. Без теплосети детскую больницу оставить нельзя. Вот только хотелось бы, чтобы объезд все же прогрессировали, а не просто присыпали ям и щебнем. Екатерина Бокшеева, Даниил Ботвинский, Анатолий Тюльнев, РТК с Байкали.